Всем привет, ребята! Меня зовут Богатий Ищиди и добро пожаловать в новое видео! Биткоин уверенно растет перед публикацией нового отчета об инфляции за декабрь 2022 года. На этот раз он закрепился выше 18 200 долларов, то есть за неделю он вырос на 2200 долларов. Что происходит? Почему биткоин растет? И как понять, является ли этот рост отскоком дохлой кошки или же уверенным разворотом? И при чем тут Китай и FTX? Давай разбираться. Ну а прежде чем мы начнем, не забудь поставить лайк. Давай как обычно наберем 2-3 тысячи лайков. Большое спасибо за поддержку. Итак, давай пойдем по порядку. Начнем с этого графика. Аналитическая компания Sentiment сообщает, что крупные игроки с балансами от 100 и больше 1000 USDT, а это 21459 адресов, продолжают наращивать массивные позиции в стейблкоинах на биржах. Сейчас это количество находится всего лишь в одном проценте от своего исторического пика. Что это значит? Мы наблюдаем сильные притоки стейблкоинов на бирже. Зачем их туда шлют? Обычно это может происходить перед ралли, иначе зачем им это делать вообще? Но это не точно, если что. Возможно, это делают инсайдеры, которые уже знают результаты нового отчета по CPI. Но это опять же только мое предположение. Если на график биткоина наложить 200-дневную среднюю скользящую, это зеленая линия, мы можем увидеть, что недавний рост главной криптовалюты стремится именно к ней. И именно от нее биткоин отскакивал вниз в прошлом году, в марте, после чего мы и находились в этом продолжительном падении. Ведь 200-дневная средняя скользящая стала сопротивлением, а не поддержкой. Почему это важно? Посмотри на этот глобальный график биткоина и 200-дневной средней скользящей. Что мы можем здесь увидеть? Да как раз то, что эта 200-дневная средняя скользящая является суперподдержкой на протяжении всей истории биткоина. Многие, видя рост биткоина, задаются вопросом, а что же это? Отскок дохлой кошки или же начало булрана? В принципе, 200-дневка может помочь ответить на этот вопрос. Нетрудно заметить, что на протяжении всей истории она служила сильнейшей поддержкой. В 2012, 2015, 2019, 2020 и даже 2022 году. Правда, в 2022 году ее удержать не получилось. Вот здесь, когда мы ее пробили, пытались вернуться выше, но не получилось. И после этого начался продолжительный медвежий рынок. Лишь несколько раз цена проваливалась ниже, как сейчас. Например, в марте 2020. Но тогда мы сразу же сумели вернуться выше. Как ты видишь, сейчас мы находимся ниже нее. Хоть и пытались вернуться выше вот здесь, в июле 2022. Так вот, идея заключается в том, что все, что происходит ниже этой скользящей, это отскоки дохлой кошки. Но вот то, что происходит выше этой скользящей, это начало буллрана. Как вот здесь, например, вот здесь, или вот здесь, или вот здесь. Как ты видишь, сейчас мы находимся еще ниже нее. Я бы сказал, что настоящий разворот тренда произойдет, когда цена вернется выше этой скользящей. И самое главное, превратит ее в поддержку. То есть мы закрепимся выше и полетим вверх. Пока что этого, как ты видишь, не произошло. На данный момент 200-дневка это около 24 509 долларов. И знаешь, что самое интересное? Биткоин может достичь этого уровня очень быстро, если через 2 часа кое-что произойдет. А именно, уже через час произойдет главное событие, которое может на него повлиять. Конечно же, это релиз новых данных про инфляцию в США в 8.30 по восточному времени за декабрь прошлого года. Все ожидают того, что инфляция за декабрь прошлого года окажется ниже, чем за ноябрь прошлого года. Но также эксперты говорят о том, что этого падения инфляции будет недостаточно, чтобы ФРС США изменила свою политику. Перед тобой таблица ожиданий от нового отчета CPI. Прогноз 6,5% по сравнению с 7,1% в ноябре. Если инфляция окажется еще ниже 6,5%, это будет очень хороший сигнал, биткоин вырастет. Если окажется, как и прогнозируется, 6,5%, то это нейтральный сигнал, биткоин может даже немного откорректировать вот этот рост, который мы сегодня видели. Ну и наконец, если инфляция окажется выше 6,5%, особенно если намного выше 6,5%, то скорее всего биткоин будет падать. Поэтому через час приблизительно мы все узнаем. Но сейчас я хочу поговорить о еще нескольких событиях, которые повлияли на биткоин сегодня. Например, Китай. Да, нависающая угроза конфликта в тайваньском регионе определенно не внушала инвесторам оптимизма. Как мы знаем, инвесторы не очень любят неопределенность на рынке. Неопределенность заключается в том, что было непонятно, что произойдет между Китаем и Тайванем. В общем, недавно на Тайване прошли муниципальные выборы, которые фактически стали негласным референдумом отношения жителей. острова Китайской Народной Республики. На них убедительную победу одержала оппозиционная партия, которая выступает за развитие мирных и деловых отношений с материковым Китаем. Правящая же партия, делающая ставка на конфронтацию с Пекином при поддержке США, проиграла. Также сам Китай сказал, что в новом году они планируют стимулировать развитие мирных отношений с Тайванем. В конечном итоге лидеры сторон признали, что военного конфликта не будет и инвесторам это понравилось. Не будем уходить далеко от Китая и Тайваня, ведь рядом с ними прячется еще и Гонконг. Сегодня Samsung Asset Management объявил, что запустит биткоин ETF на гонконгской фондовой бирже. Запуск пройдет 13 января. Тоже очень хорошая новость, потому что институциональные розничные инвесторы в регионе получат доступ к криптоактивам. И наконец я хочу поговорить про еще одно событие, которое сегодня пропампило биткоин. Это то, что биржа Банкрот FTX внезапно сообщила о том, что вернула более 5 миллиардов долларов в активах. Это наличные деньги и ликвидная криптовалюта. Об этом сообщил адвокат FTX Энди Дидерих. Вроде правильно прочитал фамилию. Рынок отреагировал на это ростом, видимо пропустив мимо ушей вторую часть заявления этого же адвоката. Вот что он еще сказал. Биржа FTX планирует продать активы на 4,6 миллиарда долларов, а в этих активах находятся в основном альткоины. То есть рынок услышал только первую часть заявления адвоката FTX, а вторую почему-то пропустил мимо ушей. Но на самом деле FTX планирует продать альткоины на 4,6 миллиарда долларов. Так что будем осторожны с этим. Кроме этого я хочу показать тебе очень интересную таблицу. Вот она. Которая тоже может нам дать некоторый инсайт на то, что будет в 2023 году. И которая не позволяет лично мне впадать в состояние ФОМа. В этой таблице указан состав голосующих ФРС. Это очень важно. Ястребиная позиция это позиция ужесточения политики ФРС. Голубиная наоборот смягчения. А мы все ждем именно смягчения этой жестокой политики, которую они ведут уже больше года. В 2023 году право голоса на заседаниях ФРС теряет сразу два члена с наиболее ястребиными позициями. Джеймс Булат и Лоретта Местер. Своего голоса также лишится Эстер Джордж, которая в последнее время давала весьма ястребинные прогнозы. И Сьюзан Коллинз, которая занимала нейтральную позицию. Право голоса в 2023 переходит следующим членам. Остон Гулсби это голубиная позиция. Патрик Харкер ястребиная позиция. Лори Логан ястребиная позиция. И Нил Кашкари тоже ястребиная позиция. Как мы видим, только один из тех, кому позволено будет голосовать в 2023 году на встречах ФРС, выступает за смягчение позиции. Не очень-то позитивно, не так ли? Поэтому будем осторожны и будем ждать отчета по CPI. А также закрепление биткоина выше 200-дневной средней скольсящей. На этом все меня зовут богатейщие действия. Если видео было интересным или полезным, не забудь поставить лайк. Это правда очень помогает. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok